Здравствуйте! Сегодня с вами учитель географии средней школы номер один города Березовки Можейка Нина Викторовна. Тема нашего урока – Беларусь на политической и экономической карте мира. Беларусь сегодня – это суверенное европейское государство, которое проводит самостоятельную и миролюбивую внешнюю политику. Активно развивает сотрудничество с зарубежными партнерами в разных частях земного шара. Вносит существенный вклад в укрепление международной безопасности и стабильности. В настоящее время Беларусь поддерживает дипломатические отношения со 177 государствами мира, в 58 из которых открыты дипломатические и консульские представительства. Важным аспектом является соседство. Характер ближайшего окружения оказывает положительное влияние на развитие Беларуси. На севере и востоке Беларусь граничит с Россией, на юге – с Украиной, на западе – с Польшей, на северо-западе – с Литвой и Латвией. Для Беларуси очень важно сохранение и укрепление экономических связей. Беларусь, как транзитное государство, представляет интерес, и на использовании этого интереса, выгодности своего географического положения, строится политика Беларуси, направленная на минимизацию негативного влияния сталкивания на ее территории политических интересов разных стран, а также широкое политическое и особенно экономическое сотрудничество Беларуси как со странами-соседями, странами Европы, так и с более удаленными географическими государствами. В современном мире роль международных организаций постоянно возрастает. На данный момент белорусское государство является полноправным членом более чем 100 международных организаций. В 1945 году Беларусь вошла в число учредителей Организации Объединенных Наций. Республика всегда была среди тех стран, которые наиболее решительно боролись за сохранение ключевой роли ООН в поддержании международного мира и безопасности, решении других насущных проблем. Беларусь вступила в ЮНЕСКО в 1954 году. С момента своего уступления в ЮНЕСКО принимала активное участие в деятельности организации и неоднократно избиралась членом Исполнительного совета организации. Генеральные директора ЮНЕСКО посещались с визитами Республику. По результатам визитов были подписаны меморандумы о сотрудничестве между правительством Республики Беларусь и ЮНЕСКО. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ создано в рамках Организации Объединенных Наций в 1957 году. Штаб-квартира МАГАТЭ расположена в Вене. Беларусь является активным и постоянным участником программы технического сотрудничества МАГАТЭ, которая нацелена на оказание содействия государством в мирном использовании ядерных технологий. Реализуемые в настоящее время в Беларуси проекты технического сотрудничества МАГАТЭ позволяют повысить эффективность подготовки кадров для создания ядерно-энергетической отрасли, способствуют обеспечению ядерной и радиационной безопасности, вносят заметный вклад в развитие ядерной медицины, а также в решение особой задачи по устойчивому развитию территорий, пострадавших в результате Чернобыльской аварии. Всемирная организация здравоохранения – специализированное учреждение ООН, являющейся направляющей и координирующей инстанцией в области здравоохранения в рамках системы ООН. Основана 7 апреля 1948 года. Республика Беларусь является одной из стран-учредителей ВОЗ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Организация по безопасности Мандат ОБСЕ охватывает широкий круг вопросов в рамках военно-политического, экономико-экологического и человеческого измерений. Решения ОБСЕ принимаются на основе консенсуса. Все государства-участники имеют одинаковый статус. Всеобъемлющий подход ОБСЕ к вопросам безопасности и широкий состав участников делают организацию важным и уникальным международным форумом для политического диалога. С 30 января 1992 года Республика Беларусь является полноправным членом ОБСЕ. Объединяя 57 государств-участников из Европы, Азии и Северной Америки, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе является крупнейшей в мире региональной организацией, занимающейся вопросами безопасности. ОБСЕ является всеохватным форумом для диалога по вопросам безопасности и платформой для совместной деятельности по улучшению жизни людей и их сообществ на пространстве ОБСЕ. ОБСЕ придерживается всеобъемлющего подхода к безопасности и ведет работу во многих соответствующих областях, начиная от вопросов жесткой безопасности, таких как предотвращение и разрешение конфликтов и контроль над вооружениями, до оказания содействия экономическому развитию, обеспечения устойчивого использования природных ресурсов, а также полного соблюдения прав человека и основных свобод. Отправной точкой в истории ОБСЕ является учреждение «Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе», которое привело к подписанию Хельсинского заключительного акта. В нем были разработаны 10 основополагающих принципов, которым государством надлежит следовать в своих взаимоотношениях, уделяя особое внимание сотрудничеству и мирному регулированию конфликтов. Сегодня ОБСЕ является межправительственной организацией, в которой все 57 государств-участников обладают равным статусом. Решения принимаются на основе консенсуса и являются политически обязательными. Ежегодно одно из государств-участников председательствует в организации под руководством министра иностранных дел этой страны в качестве действующего председателя. Совет министров созывается раз в год с целью рассмотрения деятельности ОБСЕ и принимает решения по общему руководству, в то время как в Вене послы собираются на встречу каждую неделю в рамках постоянного совета и форума по сотрудничеству в области безопасности. ОБСЕ включает в себя несколько структур, каждая из которых действует в рамках своей компетенции и мандаты. Генеральный секретарь ОБСЕ выступает в качестве представителя действующего председателя и поддерживает его или ее во всех видах деятельности, направленных на достижение целей ОБСЕ. Генеральный секретарь также является главным административным сотрудником организации и возглавляет секретариат, расположенный в Вене, который непосредственно поддерживает деятельность председательства. В качестве инструмента для предотвращения конфликтов Верховный комиссар по делам национальных меньшинств, базирующийся в Гааге, использует методы тихой дипломатии для урегулирования на ранней стадии этнических трений, способных поставить под угрозу мир, безопасность и стабильность. Представитель по вопросам свободы СМИ, бюро которого базируется в Вене, обеспечивает раннее предупреждение о случаях нарушения свободы выражения мнений и свободы СМИ и содействует полному соблюдению принятых в ОБСЕ обязательств в области свободы СМИ. Бюро по демократическим институтам и правам человека в Варшаве обеспечивает соблюдение прав человека, защиту основных прав и свобод и верховенства закона, а также укрепляет демократические институты и продвигает тему толерантности и недискриминации и служит контактным пунктом по вопросам РОМА и СНТ. Парламентская ассамблея объединяет более 300 законодателей из парламента в государств-участников ОБСЕ в целях продвижения межпарламентского диалога и сотрудничества. Наибольшая часть персонала и ресурсов ОБСЕ задействованы в полевых миссиях, которые оказывают поддержку принимающим их странам в выполнении своих обязательств, принятых в рамках ОБСЕ. Или, как, например, специальная мониторинговая миссия в Украине, работает над урегулированием кризисных ситуаций или предотвращением конфликтов. ОБСЕ содействует преодолению различий и формированию доверия. Как никогда ранее, сегодня эта миссия имеет большое значение для европейской безопасности. Во времена растущего раскола внутри Европы и сложных транснациональных и глобальных угроз и вызовов, ОБСЕ является ключевой региональной платформой для всеобъемлющего диалога и совместных действий. Страна является членом Экономического и Социального Совета, одного из главных органов по координации экономической и социальной деятельности Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений и институтов. Единое экономическое пространство, объединяющее таможенные территории государств, на котором функционируют механизмы регулирования экономик, основанные на единых принципах, обеспечивающих свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. И проводится единое внешнеторговое и согласованное в той мере и в том объеме, в каких необходимо для обеспечения равноправной конкуренции и поддержания макроэкономической стабильности налоговая, денежно-кредитная и валютно-финансовая политика. Государствами-участниками ЕЭП на современном этапе выступает Беларусь, Казахстан, Россия. Саму ЕЭП рассматривают как более тесная экономическая интеграция в рамках СНГ и ЕС. Беларусь присоединилась к договору о коллективной безопасности в 1993 году. Особое внимание ОДКБ уделяет противодействию международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков. Военной составляющей организации являются коллективные силы оперативного реагирования, а также миротворческие силы и региональные группировки. Принципы деятельности ОДКБ прописаны в уставе. Договору о коллективной безопасности в этом году исполнилось 25 лет. Он был подписан в Ташкенте в 1992. Беларусь присоединилась к договору в 1993, а 7 октября 2002 в Кишиневе был принят устав ОДКБ. Эта дата и стала началом деятельности новой международной организации. 2 декабря 2004 года ОДКБ получило статус наблюдателя в Генеральной ассамблее ООН. Особое внимание ОДКБ уделяет противодействию международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков. Военной составляющей организации являются коллективные силы оперативного реагирования, а также миротворческие силы и региональные группировки. Принципы деятельности ОДКБ прописаны в уставе. Прежде всего, это приоритет политических средств перед военными, неукоснительное уважение независимости, добровольность участия, а также равенство прав и обязанностей государств-членов и невмешательство в дела, подпадающие под национальную юрисдикцию. Свой юбилейный год ОДКБ встретило в составе шести государств-участников. Сегодня в организации состоят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Казахстан, Россия и Таджикистан. 2017 год в организации проходит под председательством Беларуси. Среди главных инициатив усиление роли организации на международной арене, углубление военно-технического сотрудничества, повышение оперативной готовности коллективных сил с акцентом на практическую составляющую и обеспечение экономической безопасности. Европейский банк реконструкции и развития – это международная финансовая организация со штаб-квартирой в Лондоне, созданная для поддержки трансформации экономики в государствах Центральной и Восточной Европы. Банк реконструкции и развития начал действовать в апреле 1991 года. Республика Беларусь является полноправным членом с 1992 года. С 1994 года в Республике Беларусь открыто постоянное представительство банка. Сотрудничество осуществляется на основе меморандума о взаимопонимании между правительством Республики Беларусь и Европейского банка реконструкции и развития. Европейский банк реконструкции и развития в минувшем году установил новый рекорд по количеству ежегодных инвестиций за все время деятельности в нашей стране. 24 проекта в частном и государственном секторе получили финансирование на 390 миллионов евро. В банке отмечают, что деятельность была широкомасштабной, включала в себя как очень крупные, так и сравнительно небольшие кредиты. Самым большим проектом стала модернизация 12 мостов стоимостью 126 миллионов евро. ЕБРР – многосторонний банк, работающий в 38 странах на трех континентах. Его акционерами являются 69 стран. В Беларуси присутствует с 1992 года общий объем инвестиций приближается к 3 миллиардам. Беларусь является партнером ШОС. Для Беларуси диалог Шанхайской организации сотрудничества – это возможность подключения межрегиональным проектам сотрудничества с учетом выгодного транзитного положения между Востоком и Западом. Для ШОС Беларусь – это выход на европейскую площадку, усиление связей Востока и Запада. В меморандуме, предусматривающем представление Беларуси статуса партнера по диалогу, оговариваются ряд взаимовыгодных направлений для сотрудничества. Среди них – создание благоприятных условий для торговли и инвестиций, активизация взаимодействия в таможенных делах, партнерство в вопросах региональной и глобальной безопасности, развитие диалога по внешнеполитическим вопросам. Республика Беларусь является соучредителем крупной региональной организации Содружества независимых государств, в которую входят 11 стран бывшего Советского Союза. Штаб-квартира этой организации размещена в Минске.